Доброго времени суток! А ты знаешь, сколько сейчас лет вселенной? Или как выглядела самая первая звезда? Или почему мы сейчас существуем? На это на всё отвечу тебе я, Данила Рыжкин. Ну и начнём мы, естественно, с самого начала. Как образовала вселенная? Поехали! Но для того, чтобы начать всё с самого начала, необходимо совершить путешествие. Путешествие в прошлое. На 13,7 миллиардов световых лет назад. Это пока самый точный возраст вселенной, который мы сейчас знаем. И вот представьте, мы попадаем в тот далёкий мир, открываем глаза, и мы ничего не видим. Потому что ничего и нет. Нет ни света, ни городов. Даже камней нет. Нет ни времени, ни пространства. Нет ничего. На тот момент вселенная со стороны наблюдателя не существует. Она находится в состоянии внутри себя. И размером всего лишь с атом. То есть, все мы с вами, все машины, все дома, все города, все планеты вокруг нас, все 500 миллиардов галактик, которые окружают нас и заполняют нашу видимую вселенную, все это было размером с атом. Но и с учётом того, что тогда не существовало времени, мы не сможем сказать, сколько по времени вселенная была в таком состоянии. Но при этом, мы знаем, что было потом. Большой взрыв! Да-да, именно старина Большой взрыв. Тот, о котором рассказывают в школе. Но при этом, хотелось бы сделать одну ремарку. Если бы вы были бы наблюдателем, в то время, во время Большого взрыва, ну, вы бы скорее всего умерли, но сейчас речь не об этом, мы бы не увидели его, как просто вспышку на небе. Нет. Пространства не было. Взорвалось всё и сразу. Взорвалось то, чего не было. Парадокс. Но об этом позже. Так вот. Наша Вселенная, наш энергетический туман размером с атом, после расширения, уже за одну триллионную секунды, расширился до объёмов апельсина. После чего, каждое мгновение расширялся всё больше и больше. Уже за сто секунд, он расширился до объёмов нашей Солнечной системы. До триллионов километров в поперечке. И тогда началась образовываться материя из бесчисленных триллионов субатомных частиц. Субатомная частица! Первое вещество после небытия. И на тот момент субатомные частицы представляли из себя материю, то есть в будущем мы с вами, и антиматерию. И когда материя и антиматерия встречались, они уничтожались с выделением энергии. И нам очень с вами повезло, что материи в то далёкое время было чуть больше, чем антиматерии. Ведь в те времена, в тот хаос, на один миллиард частиц выживала всего одна частица. Но при этом получились мы. Именно из-за них впоследствии весь этот дым образовался в звёзды, в галактике, во всю нашу Вселенную. То есть мы с вами, дети, дыма большого взрыва. И когда-то давным-давно мы все были слишком близки друг к другу, пока нас не раскидало по миру, по времени и по пространству. Так что цените тех, кто рядом с вами. Ну а пока вернёмся к Вселенной. Уже к десятой минуте космос имел в диаметре тысячи световых лет. И так продолжалось примерно в течение 330 тысяч лет, пока всё расширялось и постепенно остывало. И проявилось в видимую Вселенную. После чего гравитация позволила частицам соединяться вместе, образовывать новые звёзды, звёздные системы и галактики. Всё это прекрасное, что есть вокруг нас. Атом за атомом выстраивая этот дом. Небесная инженера в космических масштабах. Спасибо гравитации за это. Без неё не было бы и нас. Ну а пока с вами был Данила Рыжкин. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжения, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, прокомментируйте, расскажите друзьям. Ведь именно пользовательское взаимодействие позволит мне понять, что я делаю что-то интересное и что стоит продолжать радовать ваши глаза. Ну а пока любите Вселенную, мать вашу. Всем спасибо. Всем ти славяй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok